Это подъехали! Это подъехали! Это подъехали! Здесь серьезные люди подъехали! Вам вопрос, пожалуйста, братья, что вы ищите по поводу этих денег? Это я понимаю! Не мне! Организации, да, какой-то они придут Как они придут организации? Как они придут организации? Хорошо! Откуда в Галаке дают? Да! Активно вот! Давайте менять темы! Откуда их за деньги? Смотрите, много лопат покупалось! Много воды покупалось! Просто активное, эффективное участие! Одна лопата стоит 45 рублей! Сколько вам дали денег? Мне конкретно никто ничего не давал! Это ГБИО! Сколько денег дали ГБИО! Ему не дали! Ему ничего не дали! И дать не могли! И нам точно так же не могут дать ничего! Потому что мы общественные организации! Так, а если вы вызываете какие-то конкретные требования с конкретными цифрами, на что эти цифры идут? На что, да, вот! Первый, как бы... Ну, прибавка велодорожки ведется, хотя бы, больше четырех лет! А нет! Ой-ой-ой! Вот! Не больше, на самом деле! Это началось еще с того, когда еще и сочетанный велосипед! Ну, в общем! Давай не заходите! Якобы до какой! Нам нужны водители нормальные! И люди нормальные, чтобы по этим велодорожкам не хотели! С колясками и Каен и свои паршивые! Мы ведь не оставляли на этих велодорожках! Я не знаю! Я не знаю! Я не знаю! Я не знаю! Интересно только одно! Почему первое, что они будут делать, это они будут делать в Карла Монсов! Баррикадная верность! Взяв всю велодорожку Камона! Камона нужна! Мне нужна велодорожка вот здесь! Я хочу посмотреть на всех этих чайников, которые так мило туда завязали! Вот здесь вот нужна велодорожка! Мне просто интересно! Да! Им удобно! Они делают дорогу! Вот это дело! Как вы добивались того, чтобы до этого не проехали? Ну, чтобы Каены не парковали! И что вы в велодорожке сделали? Ну, Каены можно учить одним только способом! Это бутылкой и смесью масла и бензина! Все! Либо же едешь, а так просто по зеркальцам! Если бензина дала! Неправильно остановился, нет зеркальцам! Вы не открывайте, ребята! Простите колокольчик! Устроить! Если вы едете на другом на втором Каене и подъехали! Они будут включаться война! На самом деле! Ну да! Часть проблем решится! Боя за половину! Вы пришли с ответом к вопросу! Куда делись 10,8 миллионов? Они выделялись? Они запланированы! Куда и работает вот эта вот хрень! Добились того, что их в принципе включили в план городского бюджета! В конечном итоге! Как это все работает? С решением горсовета это должно прийти на все! Не надо это самое! Не надо воспрошнять ничего! Ответить просто на простой вопрос! Откуда взяла цифра 10,8 миллионов? Открывается! Ну подожди! Ну так! А мы конечно не задаем за что! А что это проект? Чуваки! Надо что это делать? Мы задолбали! Включаться по столу! Они бешуют! Они обещают вот так вот в планах! Почему они больше? Мы разбираемся! Сколько с ним есть? У них есть еще споры? У них есть споры! У них есть споры! А у них есть споры! А у них есть споры! На них есть споры! На чем вы только в чьи листы? Вы за какой этот выбор? Не ревознает очень! Они решили! Ладно, подожди! Мы вам пообещаем вот эти вот эти вот ремонтики! И заложим в программу! В программу бюджета! Всё! Когда я хотела... Ну надо чтобы эти деньги контролировали конкретные люди! Этого движения! Вот точно! Там возможно и не выделят, да? Не то чтобы там... Так что публикации тогда были в конце мая, начало июня по поводу приедет! Пацаны, поддержите проект! Вот сейчас народ... Как бы народ вот тогда вот все это видели! От конкретного... То есть подписать конкретного депутата или вообще... Ну вот деятеля, да? Какой-то официй! Конкретно вот от этого лица надо уже требовать конкретных отчетов о проделанной работе! И эту проделанную работу контролировать! Вот прошлись по набережной, ага! Лавэ выделяли, выделяли! Где дорожка? Ну... Вот! А лавэ не выделяли получается, да? Фоточки! Фоточки, да! Фотоотчет! Так подождите, ребята! Ребят, погоди! Вы должны как-то полностью вести контроль! Надо больше, чем контроль над этим! Нет, папа! Мы должны вместе с тобой вести контроль! Да подожди меня! Я просто не занимаюсь этим! Мне это неинтересно! Мне интересно это или нет? Мне интересна эта тема в плане того, чтобы это постоянно контролировать! Если вы этим занимаетесь, ребята! У меня вопрос! Почему? Почему это так на самом деле как-то непонятно? Нет! Потому что... Подожди, не перебивай меня! Дай вам договорить! Хорошо, не хватает у вас ресурсов! Напишите! Значит, раз в месяц! Я отвечаю! Дай договорить его! Потом ответишь! Запиши! Можно взять просто это самое! Нормально написать! Чуваки! Мы не знаем! Мы вот хотим велодорожки! Нам это я не знаю! Тут выделили! А тут может не выделили деньги! А что? А мы просто хотим! Мы просто хотим! Нарисуют там в золотых ключах! И нарисовывают этих в велодорожках! В золотых ключах! Вот там в Новый Александровке! Везде! Абсолютно правильно! Или в дофигном блин! Или да! Ну где вот! Где они в принципе нахер не нужны! На Майорке! Смотри! Проблема это в чем! Ваши говорят! Вы занимаетесь, чем он занимаетесь! Я работаю по 10-12 часов в суд! Он понимает, что его важный момент! А он один! Вводит! И пинается этих чинушек! Понимаешь как? Почему? Это время, которое допинается! Чинушек! Потом какие еще и отписаться! Да? Потому что он один! А суток всего 24 часа! Да, того тоже требовать нельзя! Надо уже если собрать... Но если ты уже стал заниматься этим... Они же занимаются этим не облачивают! Ты просто это делаешь, потому что тебе понравится! Вы хотите себе анталдельник? Не потому что нравится! Это как мы расстраиваемся на любую палку! Ховая смелость! Давайте скинем! Вот! Вот парень стоит! Вот и все! Вот! Никому не должен! А! Так значит никто никому не должен! А он делает то, что якобы... За что он должен будет отчитаться? Если он делает что-то для их... А почему? Потому что он делает проект! Потому что он изоставляет! Потому что он лопируется! А что он делает? Он делает предложение! Предложение! Для российских властей! Ага! А они уже дальше дают проект на институты! А Юра не делает проект! Он показывал непосредственно на бетконференциях этих многочасовых! Не нужно перетяжом просто-просто! Ну реально! А что? Вот что реально произошло до последнего? Вот он лопирует! Вот лопирует! Понимаешь? Ни хрена не происходит! Так я не пойму, Паша! Тебе это интересно или не интересно? Мне это интересно! Куда делись деньги? Что он вообще делает? Мне интересно куда делись деньги или интересно почему это не делало? Под что выделяются деньги? Понимаешь? Выделяются деньги! Как эти деньги можно разделить на строительство тех же велодорожек? Почему именно? Или как в Европе вот эти самые интересные вещи? То что сейчас у нас много вот таких вот, ну можно сказать монополия или не монополия, вот эти вот появились прокатные велосипеды. То сделать какой-то муниципальный прокат там, чтобы это было городское, ну государственное, да? И деньги из этого проката, то есть они отбивались и шли в бюджет. То есть опять же будет наполняться бюджет города. Это вот такая тема, да. Мы пытаемся пробить, но как будто это очень важно. Это общественный бюджет, потому что жители города могут зайти. Ну хотя бы чуть-чуть, чем карман какому-то одному, понимаешь? Чуть-чуть потратить денег, ну дать нам. Чуть-чуть бюджетных денег. У меня эта тема волнует очень давно. Потому что мы приходим и говорим, давайте сделаем площадку, да как бы. Говорим сколько это стоит. Я помню было заседание Куличенко там три года назад, когда мы открывали на коммунаровском парке вот эту площадку. И мы говорим, нам надо всего 250 тысяч гривен. И он такой поворачивается к своему типа там заме. Головищей. Говорит, почему у нас по миллиону детские площадки? По итогу эту площадку там делали пацаны, чертежи делали, сами спортсмены. Ну не копали сами, все это. Есть Шура Петровцова. Он рисовал эти с дедом, они ездили, контролировали на замоте. По итогу еще куча политиканов пыталась на этом пропиарить. Площадки сделали, открыли. Я приезжаю туда через какие-то мусорные. Мортии регионов, все дела. Молодые регионы открыли площадки. Я такой, вчера. Мы вложили в этот канал и упустили. Да ладно. Эта история с молодыми регионами вообще тянет. Максим, если можно, дайте комментарии. Как это? Как это? Я найду, у меня есть несколько регионов. Ты был? Я был. Меня тогда довели, когда сделали Белокород с Сашей гардиентом. Меня отсюда вынесли. И все это было дальше под свою кровь. Потому что на тот момент, им нужно было делать пиар под выбор. Ну где ты сейчас работаешь? Ну что ты делаешь? Что ты понимаешь? Ну я понимаю. Не дай бог там кто-то в балке со своими политиками и выборами приедут. Понимаешь. Ну да. Я понимаю. Ты слышишь, какого отдела? Отдел Суперлят. Вот. Видишь? А почему? Допустим, у него нет такого возможности. Потому что... Я использую какие-то свои знакомства максимум делаю для того, чтобы продвигать общественные вопросы. Так правильно. Понимаешь? Не тот же пантрек, про который мы говорили. Я договаривался, чтобы туда возили глину, чтобы туда давали трактор, петушок. У нас уже Максим созвал как ноты. Знающих людей, чтобы мы их строили. Смотри, ни на Хейтпарк, ни на пантрек, ни одной гривны из бюджета выделено не было. В том же есть. Комитетом, кто учился? Вот. Вот, слушай, нужны федерации? Нет? Ну а сам. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот, президент, президент велосипедной федерации. Так она, кстати, где они какой-то... Ну да, не такой. Смотри, смотри. Когда нужно разрешение, да, тогда она нужна. Ну слушай, дело не в этом. С одной стороны. Во-первых, разрешение. Во-вторых, с другой стороны. Мы, двигая вот эти проекты, то есть Юра, ну программу, вот постоянно устраивая какие-то конференции, устраивая вот эти круглые столы. Мы показываем чиновникам, показываем власти, что городу нужны велодорожкам. А с другой стороны, вы, ты со своей критической массой, Саня со своими соревнованиями, мы все с велоднём. Мы показываем, что на самом деле нас много, мы проводим акции. То есть это две вещи, которые состыкуются. Прецензия, есть прецензия конкретная. Одна состыкуется с другой, понимаешь? Мы, мы без вас, не смогли двигать это всё. Понимаешь? Мы почему все это собрали? Если мы будем как-то более контактировать с дет, сделать акции более сбалансированными... Да, в любом случае, нормально, конечно. Я тебе... Давай, у нас есть вопрос, я тебе расскажу про деньги. Мы добились, чтобы в ДЕЛ внесли программу, закинули 10-8 миллионов на велодорожки по строительству, а не в программе... А оно так и прописано, это сразу? А зачем так много? Да. Точно? Просто надо прочитать, прочитать. Мы хотим убедиться. На забор с электричеством. Это в охвате. То есть это всё под в охвате? На какую длину? Может, про жутки говоришь? Ты про пять метров говоришь? Да, я думаю, на весь город это в охвате. Это в охвате. Но банка эта... Бочка светоотражающая краткой, мужики, стоит 50 гривен за литр. Смотри, давайте сделаем так. 8 тысяч. Я могу умничать о тех вещах, в которых я не разбираюсь, и сделать, что мне похер, где доводы. А можно вникать в вещи, если ты хочешь объективную картинку увидеть, и понимать всегда детали. Для начала, для того, чтобы сделать велодорожку по той же набережной, нужен проект, официально сделанный, официально утверждённый. Это туда отгадываются, где включены. Смотри, иначе, если здесь никто дорожку не нарисует. Её проекте нету, допустим. А если нарисуют, как Юра нарисовал, допустим, на Каламарке, то первое ДТП какое-то, и Юра сядет в фирму. Наверное, дорожки-то есть? Но они же нарисовали на тротуаре. Я тебе говорю просто, почему здесь нельзя без рейд? Проекты головой. Гаиши. Так, а проект есть? Я только на Сососе. Проект, Юры, сходом сейчас в институт проект. По набережной именно, или по... Весь, по всему городу. Сколько там километров проектов? Я тебе скажу по первой полосе. 173, по одной, да? По первой полосе. Первая, ты выбираешь, делать вот это, по набережной дорожки. По набережной, она 20 километров. Это от Южного города. Ну, я понял тебя, понял. А дальше остальные 150 километров, где набирают? По всему городу левая и правая части. То есть, это все должны одним с вашим потоком сходиться в центр, да? Или как? Нет, они все связываются. Смысл в велодорожке. Да, я согласен. Я понял тебя. Ну, а эту документацию как-то к публике... Ну, где-то можно ее проглянуть? Его проверность. Да, именно, которую он подал туда. Вот. Вы показывали, я видел только по Новому мосту и по Карломарску. Ну, показывал, есть. Смотрите. Просто не вникал. Кандау. Просто я хочу... Ну, если найти... Я понял. Это будет делать в Рамкадор, да? Это есть где-то в архиве, пересмотреть? Все люди хотят это будет пересмотреть. Конечно, есть. Конечно, есть. И вот этот весь проект был сюда проводом в... Да, да, да. Вот, товарищи, мы готовы пойти на... Да, да. Здесь куда-нибудь. Мы сами безусловно все это делали. С удовольствием, да? Да. О чем? В велодорожке? Да. Ну, так проект... Без подрядчиков, без отказников вот этих вот... Проекты есть, ребята. Тут утверждение проекта. Объясняют, что у нас... Это безопасное утверждение. Любой человек, пострадавший на этой велодорожке, это уголовное дело. Я понял, хорошо. Ну что, предоставьте нам там пару человек, которые будут это контролировать вот от того же Укравтодора или кто вновь. Я не понял. Есть законодательство. Есть законодательство. То есть это должна делать официальная структура? Конечно. Законодательство этого невозможно сделать. Возьми, он просто построит здесь девятиэтаж. Скажи, мы построим девятиэтажку, поселим здесь. Ну понятно. Ну при этом... Знаешь, по сути одной и той же законодательной нормы там... Законодательство? Я тоже не согласен. Законодательство... У меня 15 секунд. Выговариваете. Велодорожка, что тут? Если она не перетекается с дорогой основной, правила дорожного освещения... Нам велодорожка нужна вот здесь по тротуару. Линия. То есть вот вся разместка. Это просто взяли мужики, намалевали. Станучили машинки и все.